Свечи, корзины с цветами и венки сегодня у дверей греческого посольства в Москве и генконсульства Балканской республики в Новороссийске. Число жертв лесных пожаров в окрестностях Афин возросло до 79. По данным Минтуризма России, возгорания в самой столице потушены и туристам, в том числе российским, ничего не угрожает. Регулярные рейсы в международном аэропорту Афин выполняются по графику, а порт Рафина восстановил паромные перевозки. Впрочем, тех, кто отважился сегодня отдохнуть на столичных пляжах, эвакуировали морские пограничники. Прибрежные полоса до сих пор в смоге. Потушить полыхающие склоны гор пока очень сложно. С места событий репортаж Павла Мельника. Вертолет с запасом воды в рукаве спешит к догорающим лесам, но тушить уже практически нечего. По греческой Аттике принеслись огневые вихри. Жуткие пейзажи лета 18-го. Огонь идет по побережью, оставляя после себя выжженную землю. Район Рафина. Здесь все превратилось в залу. Где когда-то отдыхали целыми семьями, теперь пепелище. Огонь отступил, но никто не знает, надолго ли. Спасатели прочесывают метр за метром, чтобы найти выживших. Тех, кто пропал. Но находят пока только одежду и детские игрушки, выброшенные на берег. Люди прятались от огня в море. Неизвестна судьба как минимум 60 человек. Самое трудное сейчас вести поиск пропавших без вести людей. Мы работаем в сгоревших домах, ищем тела погибших. Но здания выгорели настолько сильно, что поиски идут очень тяжело. Это одна из самых сложных операций, с которыми я сталкивался. Языки пламени пожирали все на своем пути. Металл плавили. Эту иномарку теперь даже идентифицировать невозможно. Здесь, к востоку от Афин, пламя пришло в каждый дом. Николас Ризос рассказывает, от огня было просто некуда скрыться. Пожар начался примерно в 6.30 утра, и уже через полчаса огонь пришел к нам сюда с горы. Пламенем оказались охвачены деревья, дома. И если бы ветер не изменил направление, все могло бы быть еще хуже. Греки помогают друг другу пережить эти страшные дни. В Мате, который почти весь сгорел дотла, неравнодушные привозят воду, продукты, медикаменты. Ребекка Перкас приехала сюда из соседнего Коки-Лимонаки. Еще три дня назад. Просто помочь. Таким же, как и она, погорельцам. У нас тут бинты, лекарства от ожогов, продукты для пострадавших. Я помогаю людям с утра до вечера. С моим домом все в порядке, но лишь внутри. Снаружи он в ужасном состоянии. Разрушенные дома по всему Средиземноморскому побережью. Когда пришел огонь, они вспыхнули, как спички. Погибших больше 70, пострадавших почти 200, много детей. Самый страшный и разрушительный пожар десятилетия в Греции. Это было прекрасное место, очень зеленое. Я всегда приходил сюда на пляж. И это трагедия, не видеть здесь живых деревьев. В эти дни Афины оказались будто в тисках у стихии. С одной стороны полыхал район Мати. Семейные пары пожилые греки спасались бегством. С другой — катастрофа в городке Кенета. Пожар в горном сосновом лесу, который даже с воздуха удалось локализовать только на вторые сутки. Многие греки теперь оказались просто на улице. Очень много домов уничтожено огнем. Здания выгорели полностью. Наш дом пострадал, но у многих ситуация еще хуже. Поисково-спасательную операцию не прекращают ни на час. Водолазы исследуют всю береговую линию, не теряя надежды найти обессилевших, но живых. Павел Мельник, Виктор Приходько, Дмитрий Новиков, Виктория Ланеева и Диана Джамилёва. Вести из Аттики. Греция.